Я сегодня нахожусь в Ростове-на-Дону, в областном доме народного творчества, на выставке мастеров народного промысла. Какое у вас дерево, с каким вы работаете? Здесь такая красота из бисера. Продолжение следует... Наверное, ковровой иглой делается. Какая красота! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я забыла подставки дома, понимаете? И теперь вообще не знаю, как мне все это разложить. А кроме дощечек, что еще бывает? А есть лента ткатских станок. Есть неширокие станки, на которых можно ткать и шарфики, и полотенчики, любой ширины. Начиная от 30-ти, 50-ти, 50-ти, 60-ти, и вот у нас сейчас в городе станок на 80 сантиметров шириной уже нужно хорошие работы делать. Ну, там, конечно, свои нюансы, там нужно иметь зависимость от того, что вы делаете. А пердо, которым должен комплектоваться этот станок, потому что от этого зависят, какие вы будете ниточки, качестве основы. А ниточки мулины сюда? Нет, это у меня не мулины. Нет, 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 что вы, нет. Здесь у меня какие нитки? Снежинка, наверное, будет. Снежинка. Я качественные беру. Мерсеризованный хлопок. Я такие... Нет, не беру. Снежинку тоже можно брать. Она тонкая, будет красивая работа получаться. Здесь вот тоже по качеству, если посмотрите, качественные ниточки. А это, да, это сутажик. Вот всего ничего сутажик, но опять техника. Можно и на руках ткаться, а сейчас есть вот эти кружочки кумихима. А это крючком уже, да? Вот это крючком уже. Нет, это... Вы тоже так крючком? И вот оно как бы охлаждается. Это не в чем бывает. Поэтому есть ремесла, которые... У меня вот из тонкой нити... Ну, на форуме даже остались с работой из тонкой нити. Там совсем тоненькая сетка, что-то так получается. Это вот... А вы придумали культуру или сами? Дело в том, что когда-то я преподавала в школе искусств именно кружевоплетение, фриволете и вологодское кружево. Потом, ну, перестройка была. Перестройка была. Пойди туда, куда вообще... Куда даже из этой самой... А, скажите, когда... Но дело в том, что... Недавно встретила свою ученицу, которая продолжает вологодское кружево. Так это вологодское кружево, да, это техника? Поэтому я очень рада, что это дело нашло продолжение. Это вологодское кружево нашло? Вот это техника? Техника вологодское кружево? Где кружево? Ну, это вы знаете. Я, например, не знаю. А вы крючок не знаете. Ну и что, крючок и катушки — это разные вещи. Я не могу, вот как будили ставят, будили вот отсюда берут. Я и великину, и... Поэтому вот я долго не занималась этим, а вот оказывается, у меня есть ученицы, которые продолжают. Они уже на стороне, как стоят на пряже. Они тоже не могли жить, да? Да, она когда-то я преподавала. Закончу ряд, я вам покажу, чтобы вас ровнее забыло, да, как вот здесь у меня. Чешский бисер. Ну, здесь, да, чешский. Здесь идут и... Все, я ничего не закрепляю. Да, туда продеваю, обратно возвращаюсь через все бисеринки, обратно возвращаюсь через все-все-все. И каждую бусинку вручную, вот это вот. И ряды, и цвета, бывает, прям пишешь на схеме. Станок этот продается, да, они разных размеров, по ширине, по длине. На них можно целые картины прясть. Они есть очень огромные. Так, вот вы набрали полностью, чтобы у вас ровненько было. Их очень много разных. Уже разные. Я сделала, что маленькие рамки. Первые два рамки, когда с детками работаю, да, говорю, купите в Экспрессе самую простую рамку. Намазываем, браслеты, маленькие изделия делаем. Это есть прям болты, такие длинные, они же так скручивают. Да, у кого папа и с руками, они делают ряда сами. И заново начинаете. Мужья вот девчонкам делают. Ну, обязательно первые два ряда пройдут. Полностью, да. А если вы делаете герда, вот, иначе как делаете. Вот, проходите, вот здесь вот у вас остается. Начинайте только. Вот у нее гердан. Настю, у тебя есть гердан? Вот лежит он. А, вот, смотрите. Вот у вас гердан, да? У нее она там на... А вы начинаете вот с этого края. Понятно? Чтобы вы вот сделали именно вот этот вот кулон. Либо кулон, либо вот это вот, как говорится, повязанное. Обязательно оттените. И это вы уже пределы. И начинайте. Древо сюда вы через это убавляете. Понятно? Да, да. Древо сюда вы через это убавляете. И... 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 Сколько было, по-моему, 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 по-моему... Значит, если бы у меня вот тут вот было петро, я бы сейчас к нему прикрепилась. Вот, как его нет. Я его сейчас выговорю откуда-нибудь. Ну, или ладно, я вот так вот сделаю. Ну, это не по правилам, потому что здесь самое главное, что считать. Люди вот так посмотрели платье ровно, чтобы ниже, ниже или выше не было. Вот, смотрите, посмотрели, что потом, когда вы набьете его на лицо... Я бы тоже нереально так прям сделаю. Вот это, только основа получается. Вот. Да ладно, все хорошо. Сейчас. Прям сильнее, плотненько, плотненько, чтобы по-моему, то выворачиваете. Прихватываем его. Ну, я, допустим, вот, смотрите, я взяла его, отстрачила вот так. На машинке. А потом берем вот эту серединку и ее просто загибаем от утюжа. И вот там вот получилось. Не сложно же? Не сложно. Не сложно. Сначала кажется, что вообще не поймешь. Не поймешь, что... Ну, вот я же вам говорила, попробуйте и все поймете. Не сложно. А вот знаете, в чем сложность, вот, лично у меня, чтобы все это ровненько уложить? И потом еще, оно же все убегает, когда ты строчишь. А вот знаете, есть такие вот чудеса у нас. Для этого есть булавочки. Булавочки. Наметать. Вот наметайте. Вот не... Булавочки, вот, самое время, не то, что намет это длень. Первое, сначала нужно метать. Потом, когда вы понимаете, что вы обойдетесь без метания, пользуйтесь булавочками. А потом вы поймете, что вы без булавочек. Да, можно, можно, смотрите, да, еще один, два, они, то есть, они все идут ровно и лягут они ровно. Вот у вас таких четыре штуки. Да. Вот как их сделать, чтобы... Я делала, вот, смотрите, видите, вот, допустим, у меня следующий блок, он уже собран, да, вот он у меня собран. Я беру, вот, лицевая сторона. Вы думаете, у вас там грудья не собраны? Ну, я его здесь, не, это сейчас, вот, просто лежит, не собраны. Смотрите, я его беру вот так вот, мне уже здесь строчки, строчки мне здесь уже видно, то есть, вот эти вот, которые я прошла. И я чуть повыше вот этой строчечки беру, прошиваю. Потом я его развернула. Утюг это здесь, в петчворке, только самое главное. Утюг, да? И его, когда уже раскрыли, вот этот шоу, вы его развернули, оттутюжили, как вам надо. Ну, вот я вот здесь... Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание. От следующих перчаток у нас разница была. Вот будет что делать? Под ковер вручный разверт. Такой ботикник я не вижу издалека. Кажется, что он выше от крестика. Так, обертили и привязали, правильно? С вами светлый, да? И будет такая красота. Продолжение следует...